Общее построение на аэродроме. Они шли к этому три года. От теории курсанты военно-воздушной академии перешли к практике. Перед вылетом слова напутствия от командиров, ветеранов и представителей власти. Вы выбрали самую благородную профессию защиты отечества и являетесь продолжателями лучших традиций нашей советской российской авиации. И очень важно, что та база, учебная база, которая есть и в центре, и в Сызрани, и тот полк, который представляет сегодня учебно-практическую часть на территории Саратовской области, оснащена сегодня современными машинами, есть богатейший опыт. С машинами курсантам действительно повезло. В их распоряжении не проверенные временем Ми-2У, а современные казанские аналоги. Вертолеты «Ансад» учебной модификации своим предшественникам двойкам ни в чем не уступают, даже превосходят в ряде показателей. Применены лопасти уже композитные на Ми-2У. Они сделаны из дюрали. Это существенно уменьшает вес вертолета и, соответственно, увеличит его полезную нагрузку. Значит, два двигателя стоят по 630 лошадиных сил, в отличие от Ми-2, у которого ГТД-350 стоит мощностью 350 лошадиных сил. Чувствуете разницу, да? Ну и плюс на Ми-2У панель приборов пилота полностью аналоговая, здесь, естественно, уже цифровая. Команда по машинам. Место в кабине занимают курсант и инструктор. Теперь знания, которые ребята получили в Сызрани, они будут применять на практике в Саратове. Уже на месте предполетная подготовка и традиционная от винта. Летный день в их жизни первый, а потому далеко от аэродрома не улетали. Ограничились отработкой основных фигур пилотирования, взлетом, посадкой и маневрированием на предельно низких высотах. Однако и этого ребятам хватило. Перебивая друг друга, курсанты с трудом могут передать ощущения от первого вылета. Впечатления от первого полета, наверное, самые незабываемые. Мы ждали этого момента три года, поэтому... Больше чувства, что хочется больше летать. То есть это тебя подвигает на то, чтобы больше часов налета было, чтобы прям... Мы бы не вылезали на него. Да, находиться только в вертолете и все. По журналу они должны налетать не меньше 45 часов. Тогда практика будет считаться пройденной. Однако одним днем это не обойдется. В своей очереди сесть за штурвал ребята будут ждать в специально подготовленном помещении, оборудованном по всем требованиям. У нас имеется казарма на 500 посадочных мест. Поэтому заранее были подготовлены один этаж. Курсанты проживают в один ярус. Имеется в спальном расположении все, что необходимо для курсантов. Питание курсантов филиала производится в столовой, в летной столовой. То есть никаких проблем с организацией проживания и питания курсантов в настоящий момент нет. В родные стены Сызранской академии курсанты вернутся, как только налетают необходимое количество часов. На это уйдет не меньше трех месяцев. Однако возвращаться к теории курсанты не спешат. На нее и так, говорят они, ушло больше времени, чем на практику. Станислав Жижин, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова